Атоми поможет людям справиться с любыми трудностями, возникающими в современном мире. Я расскажу вам о методе, благодаря которому вам будет проще принять решение, вступить в бизнес Атоми или нет. Я пока не собираюсь вступать в этот бизнес, но все равно попробую продукцию компании. Если вы обладаете подобным мышлением, то обязательно достигнете успеха в Атоме. Однако, если вы считаете, что где-то есть продукция лучше, чем Атоми, то вам даже не стоит начинать заниматься этим бизнесом. С подобным мышлением вы никогда не достигнете успеха в Атоме. Почему? Потому что ваша совесть не будет чиста, если вы будете продавать продукцию, в которую сами не верите. Итак, если вы еще не являетесь участником Атоми, но все равно отдаете предпочтение нашей продукции, то вступив в нашу компанию, вы определенно достигнете успеха. Когда вы решитесь заняться бизнесом Атоми, вашей главной целью должен стать успех. Если вы считаете, что возможность оплаты ежемесячных счетов считается успехом, то вы напрасно тратите свое время. Не нужно тратить время. Мы должны достичь успеха как можно быстрее. На самом деле, в мире очень мало по-настоящему успешных людей. В стандартной семье человек с рождения и до 30 лет готовится к взрослой самостоятельной жизни. К примеру, до 18 лет мы посещаем школу. Потом с 30 до 60 лет большинство людей трудятся на различных профессиях. С 60 до 90 лет мы выходим на пенсию и встречаем старость. Итак, до 30 лет мы обучаемся, работаем до 60 и к 90 годам встречаем старость. Однако ходят слухи, что вскоре мы и вовсе будем жить до 120 лет. Что станет огромной проблемой для многих сфер нашей жизни. К примеру, если вам приходится встречать старость в нищете и болезнях, то такая старость станет для вас кошмаром. Нам нужен способ, чтобы избежать подобного кошмара. Статистика показывает, что к 60 годам лишь 1% населения достигает успеха. Другими словами, они становятся богатыми. Предположим, что богатым становится 1 человек из 100. А просто финансово независимым становится 1 человек из 20. И получается, что остальные 95% людей терпят неудачу и еле сводят концы с концами. Нам нужно провести довольно глубокий анализ, чтобы понять, почему такой большой процент населения не может достичь успеха, несмотря на все свои знания. Одним из великих людей, кто изучал данный феномен, был филантроп Эндрю Карнеги. Он родился в ужасно бедной семье. А в итоге ему удалось стать стальным магнатом Америки и основать фонд Карнеги. Его наследие и сейчас продолжает служить на пользу людям. В конце жизни Карнеги часто задумывался, был ли его успех случайностью, смог бы он стать богатым, если бы ему вновь пришлось родиться в нищете. Или это была простая удача. В итоге он убедился, что вне зависимости от обстоятельств, он в любом случае обязательно стал бы богатым и добился бы успеха. В данном случае обстоятельства не играют никакой роли. Карнеги пришел к заключению, что многие люди не могут достичь успеха по одной причине. Суть этой причины заключается в том, что большинство людей не знает законов успеха. Данное убеждение побудило Карнеги начать распространять информацию о законах успеха. Это стало главной целью остатка его жизни. Он хотел рассказать о законах успеха как можно большему числу людей. Карнеги хотел научить людей добиваться успеха. Правда в том, что законы успеха не были придуманы кем-то из людей. И Карнеги не является их создателем. Законы успеха были всегда, а Карнеги просто понял, как ими нужно пользоваться. Закон — это принцип, по которому достигается конечный результат. К примеру, если мы сложим переменные А и Б, то результатом будет переменная В. Если сложив А и Б, ваш результат не является фиксированным, то это противоречит закону. Законы предопределены заранее. Стивен Кови сравнивал законы успеха с принципом истинного севера. Направление на север всегда предопределено заранее. Люди не могут, к примеру, собрать совет и решить, что север находится в другом направлении. Данное направление предопределено заранее. Принцип истинного севера является частью законов природы. К примеру, вы знаете, что вода всегда течет сверху вниз. Многие люди сравнивают законы природы с законами земледелия. Чтобы собрать хороший урожай, вы должны четко следовать этим законам. К примеру, если вы хотите выращивать рис в корейском климате, вы обязательно должны сеять семена весной и собирать урожай осенью. У вас никогда не будет урожая, если вы засеете семена риса осенью. Ваши действия должны быть подчинены законам природы. Законы успеха также заранее предопределены. Вам просто нужно во всем им следовать. Если вы хоть на долю отклонитесь от этих законов, вы ни за что не достигнете успеха. Как только вы осознаете, в чем заключается суть законов успеха, которые были доказаны многими успешными людьми, у вас появится возможность лично контролировать свой успех. Если вы просто будете следовать этим законам. Еще раз повторю, вы всегда и во всем должны следовать законам успеха. Тогда 90% вашего успеха будет гарантировано. Другими словами, каждый человек, который находится здесь, сможет зарабатывать от 30 до 70 тысяч долларов в месяц. Разве это не прекрасно? На самом деле это не так уж и сложно. Чем-то напоминает сельское хозяйство. Что фермер должен сделать в первую очередь? Может быть, подготовить семена? Или все же купить землю? А может, сначала ему нужны инструменты? Или, возможно, кредит в банке? У людей много разных мнений. Однако сначала фермер должен определить тип и количество урожая, который он хочет собрать. Если фермеру нужны 10 тонн риса, он будет строить свои дальнейшие планы, исходя из того, какой именно урожай он решил собрать. Зная точное количество и тип урожая, фермер сможет распланировать свои дальнейшие действия и решить, какое оборудование ему нужно, а также определиться с количеством работников. Поэтому вы должны заблаговременно планировать, какой урожай хотите собрать в итоге. По такому же принципу вы должны иметь четкое представление, какой будет ваша жизнь через 3-5 лет. Только если фермер уже весной будет знать, что он хочет посеять, он сможет собрать достойный урожай осенью. К наступлению осени фермер сможет лично убедиться в правильности своих поступков. Я хочу еще раз повторить, что вы должны четко знать, какой будет ваша жизнь через 3-5 или 10 лет. Создайте картину вашей успешной жизни в своем воображении. Это может быть довольно сложно. Почему? Люди сами по себе сложные существа. Такова человеческая природа. У всех людей есть плоть. Наша физическая оболочка. Бог также даровал нам дух. И, конечно, мы все обладаем душой. Ну и последнее, все люди живут и взаимодействуют с окружающей средой. В каждом из нас есть эти 4 аспекта, и каждый аспект обладает собственными потребностями. Мы должны удовлетворять все эти потребности, чтобы достичь сбалансированной жизни. Только достигнув баланса, вы сможете познать успех. Например, что входит в потребности плоти? Во-первых, это крепкое здоровье. Наша плоть хочет жить долго, и при этом в достатке. Таковы потребности плоти. Сформулируем все это в одной фразой «жить в достатке». Дальше. Дух. Духом обладают только люди, у животных его нет. Дух позволяет нам чувствовать течение времени. В Библии говорится, что Господь дал нам желание вечности. Именно Дух жаждет вечности, продолжения жизни даже после смерти. Далее. Как можно догадаться? Дух несет ответственность за нашу духовность. У животных нет Духа, поэтому им не свойственна духовность. Вот почему обезьяны даже в нашем современном мире не молятся богам или не посвящают церемониальных обрядов своим предкам. С другой стороны, даже самые дикие племена людей в отдаленных джунглях поклоняются чему-то духовному. Наш Дух жаждет вечности. Он хочет продолжать жить даже после гибели нашей физической оболочки. Людям также присуще желание дарить любовь и получать ее взамен. Наша Душа жаждет знаний и все время стремится познать непознанные. Поэтому к аспекту Души мы отнесем обучение. Мы также обязаны Душе возможностью проявлять эмоции. Ну и последнее. Мы хотим вносить вклад в заботу об окружающей среде, которая включает в себя как окружающую нас природу, так и социальную среду. Вы должны жить, помогая тем, кому повезло меньше. Только удовлетворив потребности всех наших четырех аспектов, вы, наконец, сможете достичь успешной и сбалансированной жизни. Интересен факт, что наши аспекты не взаимоисключают друг друга, наоборот, они должны находиться в полной гармонии между собой. Только тогда вы достигнете желаемого баланса. Не имея гармонии между аспектами, вы станете циниками. К примеру, вы можете подумать, зачем мне богатство? Если вас действительно посещают подобные мысли, значит, любовь в вашем сердце остыла. Вы должны достичь богатства ради людей, которых вы любите больше всего на свете. Ваша нищета плохо скажется на ваших детях. Ваши родители, они также мечтают увидеть, как вы достигнете успеха в жизни и карьере. Об этом мечтает каждый родитель. А если вы мужчина, то от вашей нищеты будет страдать и ваша жена. Женщины тоже хотят жить достатки. Не так ли? Вы можете облегчить нож у ваших мужей. Скажите своему мужу, дорогой, теперь ты можешь отдохнуть. С этого момента займись своим любимым делом. Ты хотел научиться играть в гольф, верно? Теперь можешь играть каждый день. Можешь каждый день ездить на рыбалку. Дети, вам же не нравится учиться в школе, верно? Так давайте отправимся в путешествие. Еще одна причина, по которой вы должны жить в достатке, это ваши дети. Вы должны сказать им, вам больше никогда не нужно переживать о деньгах. Я буду зарабатывать столько, что нам хватит на две жизни вперед. Не нужно больше беспокоиться о деньгах, лучше займись тем, чем вы всегда хотели заняться. Делайте то, что вам нравится, и не важно, что это не будет приносить доход. Разве не будет прекрасно, если у вас будет такая возможность? Разве ваши дети не оценят такой шаг? Они будут в восторге, вы сразу станете лучшими родителями на свете. Позвольте детям заниматься любимым делом. Поверьте, они обязательно добьются успеха, так как на них никто не будет давить. Вот почему вы должны полностью изменить мышление и начать жить в благополучии и достатке. Вы сами вскоре поймете, насколько это важно. Вы научитесь чувствовать боль других людей. Я часто плачу, когда смотрю телевизор. Мои дети постоянно становятся свидетелями моих слез. Говоря, что став богатыми, вы начнете помогать другим, вы врете сами себе. Вы будете слишком увлечены тратой заработанных денег, поэтому нужно всегда помогать тем, кому повезло меньше. Просто делать это по возможности. К примеру, Атоми начала тратить деньги на благотворительность с самого момента создания компании. Хотя это были небольшие суммы, мы не могли заниматься благотворительностью на международном уровне, поэтому решили сосредоточиться на местных детях. Мы начали с того, что оплачивали обучение детям из малоимущих семей, а также делали бесплатные кимчи для пожилых людей. Мы старались помогать по возможности, несмотря на то, что компания только начинала свой путь. Добившись успеха, вы сможете оказывать неоценимую помощь людям. Чем успешнее мы становимся, тем больше мы можем вложить в благотворительность. И так, добившись успеха, мы сможем помогать людям. Этот факт подарит вам стимул зарабатывать еще больше денег. Давайте будем честны. В основном, мужчины не тратят много денег лично на себя. Все по-другому, когда дело касается женщин. Они очень любят шоппинг. К примеру, один лишь выбор ожерелья предполагает разные бренды и разный металл. Предположим, выбор полно жемчужное ожерелье. Жемчужные бывают разных видов. Толстые, тонкие, белые, черные и даже розовые. Далее, женские сумки также насчитывают сотни видов. Цвет сумки должен соответствовать месяцу года, поэтому им нужно минимум 12 сумок в год. Теперь вспомните об обуви. Высокий и низкий каблук, открытый и закрытый палец и так далее. Мужчине нужен лишь один костюм. Все, что нам необходимо, это костюм и несколько галстуков. Женщинам же нужны короткие, длинные платья, костюмы двойка и тройка и так далее. Им есть на что тратить, так давайте не будем их ограничивать. Женщины априори должны тратить деньги, а вот мужчинам стоит сдерживаться. еще раз повторю, мы должны стать богатыми ради тех, кого любим больше всего на свете. Именно так вы должны мыслить. Послушайте, мужчины, мне есть, что вам сказать. Не заставляйте жен делать три вещи, готовить, убирать и стирать. Вы что, хотите, чтобы ваша жена была горничной? Зачем делать это через силу? Ваши жены не обязаны это делать. Вы должны освободить их от подобных задач. Дамы, с этого момента никакой уборки, готовки или стирки. Вместо этого стремитесь к богатству. Спросите, зачем? Потому что, достигнув богатства, вы сможете забыть о проблемах и наслаждаться жизнью. Любовь всегда должна быть подкреплена материально. Любви нужно постоянно учиться. Любовь – это искусство, любовь – это знание. Любовь невозможна в полной мере описать словами. В любом случае, добиться успеха возможно только объединив все аспекты в гармонии и обретя баланс. Человек, работающий спустя рукава, никогда не станет успешным. Не надо так делать. Так поступают плохие люди. Итак, у нас есть четыре потребности жить в достатке, любить, учиться и вносить вклад. Жизнь, в которой удовлетворены все четыре потребности, называется сбалансированной жизнь. Важно то, насколько хорошо вы представляете свое будущее и с каким отношением подходите к осуществлению цели. вы должны представлять жизнь, в которой удовлетворены все четыре потребности. И это не так уж и просто сделать. Ничто в жизни не достигается без труда. И в этом есть плюсы. Если бы зарабатывать было легко, кто-то другой уже бы сделал это за вас. Поэтому вы всегда должны думать наперед. Нам была дарована уникальная возможность мыслить, верно? Вы знаете, как именно была создана компания Атоми? Что лежит в ее основе? В ее основе лежит одна идея. Я помню, как приехал на старом авто к первым участникам и сказал, что мы станем компанией мирового уровня. Я пообещал, что став роял-мастерами они будут получать по 50 тысяч долларов в месяц. Просто представьте, я говорил это, приехав на старом фургоне. У меня даже не было денег на съем офиса. За три месяца в компании появилось всего два сотрудника. У нас был председатель и вице-президент. Я был председателем компании с двумя сотрудниками. Однако уже тогда я знал, что эта должность мне по плечу. с самого начала я чувствовал себя председателем. В моем воображении была четкая картина того, как Атоми выйдет на международный уровень. Мне просто нужно было следовать принципам, описанным в книге по сетевому маркетингу. Я не побоялся, и у меня все получилось. Еще раз вы должны создать в своем воображении фильм о вашей успешной жизни. И для этого вам потребуется написать жизненный сценарий. Я покажу, как это сделать. Сначала нарисуйте большой круг, а вокруг него маленькие круги. В них впишите основные потребности каждого нашего аспекта, таких как плоть, дух, душа и окружающая среда. Каждому кругу присвойте хотя бы одну потребность. Как я говорил, одна из потребностей плоти это здоровье. Поэтому сюда впишем здоровье. Далее мы хотим жить комфортно. Комфорт зависит от нашего достатка. В большинстве случаев люди не беспокоятся о еде или одежде. Если честно, в наши дни людям много переедают. Ну а что тогда насчет одежды? У каждого ее в избытке. У корейцев нет проблем с едой или одеждой. Однако многие, особенно молодые люди, испытывают проблемы с жильем. Если вы хотите жить в благополучии, нужно не только быть здоровым, но и обладать шикарным жильем. Для комфорта также нужна машина. Богатому человеку не пристала ездить на автобусе с огромными тяжелыми сумками, верно? Для этого нам нужна машина. Все мы также должны заботиться о благополучии своих родителей и перспективах будущего для наших детей. В аспект учебы впишите дать образование своим детям или заняться саморазвитием. вы можете вписать свои цели обучения. Ну и последнее. Мы должны вносить вклад в заботу об окружающей среде. Сюда можете вписать работу волонтером. Если вы хотите жить в достатке, в первую очередь вам необходимы деньги. После оплаты всех долгов на вашем счету должно что-то остаться. Я говорю о деньгах, которые вы можете потратить в отрыве от основных расходов. Разве сто тысяч долларов будут лишними на вашем счету? А если там будет лежать миллион долларов, у вас поднимется настроение? Конечно поднимется. Каждый человек был бы рад подобному. О чем еще мы забыли? Путешествия и хобби также будут являться частью комфортной жизни. Пишите в круги подобные потребности. Конечно, каждый сценарий будет немного отличаться. К примеру, кто-то доволен своим нынешним жильем и может вычеркнуть этот пункт. Здесь мы нарисуем шкалу, как на линейке. Каждая потребность будет оценена по десятибалльной шкале. К примеру, давайте рассмотрим здоровье. Предположим, вы стараетесь поддерживать себя в форме, оценив данный пункт на 5 из 10. Вы мечтаете купить дом площадью 230 квадратных метров, в данный момент живя в небольшой квартире, вы не занимаетесь волонтерством и у вас нет лишних денег. Далее объедините все точки линий и у вас получится колесо жизни. Маленькое и кривое колесо никогда не будет катиться прямо. Когда вы присвоите 10 баллов каждой потребности, у вас получится большое и ровное колесо. Если же ваше колесо получилось маленьким и кривым, вы должны сбалансировать его, приведя в нужную форму. Итак, что же делать в подобной ситуации? Мы должны присвоить 10 баллов каждой потребности, включая здоровье, дом, машину, помощь родителям и детям, волонтерство и досуг. Для этого нужно детально заполнить вот эти квадраты. К примеру, не надо просто писать «хороший дом» или «большой дом». Представьте, что вы пришли к риэлтору и говорите «мне нужен просто хороший дом». Вас точно не примут всерьез. Вы должны четко знать тип жилья. Вы хотите квартиру или дом. На какую площадь жилья вы рассчитываете? Нужно быть конкретными в своих желаниях. Также нужно определить конкретные сроки. Предположим, сейчас вы живете в квартире, которую брали по ипотеке за 300 тысяч долларов. Однако сейчас вы хотите переехать в квартиру побольше, за миллион долларов. Будьте точны в деталях, определите конкретный срок. Также следует заранее знать цену. Итак, сначала нужно описать все детали. Далее определитесь с цифрами. Детально опишите цены и сроки выполнения поставленных целей. Это должно стать вашим пособием. Составляйте сценарий подобным образом и не забывайте описывать все детально. После того, как вы переедете в квартиру побольше, вам вдруг захочется дом с пятью спальнями, общей площадью 230 квадратных метров. Далее машина. Сейчас я езжу на Hyundai Sonata. Однако я всегда хотел машину получше. Возможно Mercedes S класса будет для вас немного дороговат. Давайте выберем что-то более приземленное, например Mercedes SL 550. Возможно кто-то всю жизнь мечтал о Porsche. Вы должны записать эту цель в квадрат. Сделав это, вы уже начнете ездить на этой машине в своем воображении. Далее давайте рассмотрим пример заботы о родителях. Если вы высылаете родителям 100 долларов в месяц, это не является настоящей заботой. Даже 300 или 500 долларов не играют роли. Вы должны взять на себя все их расходы. Большинству пожилых людей требуется около 2000 долларов в месяц. Если вы считаете, что им не на что тратить, вы ошибаетесь. Но когда вы сами еле сводите концы с концами, то поддерживать родителей становится невозможно. Хотя бы не забывайте им звонить. Каждый может позвонить родителям раз в неделю, верно? Им от нас не нужно чего-то сверх естественного. Мы просто должны делать все, что в наших силах и двигаться к достижению цели. То же самое касается благотворительности. Очень мало людей тратят на нее свои деньги. Когда люди достигают богатства, они часто забывают о своих обещаниях. Если вы не помогаете людям до достижения богатства, то после того, как вы его достигнете, вы и подавно не будете помогать людям. Вот почему важна любая помощь прямо сейчас. Еще раз повторяю, сначала вы должны создать в своем воображении фильм о вашей успешной и счастливой жизни. Затем составить детальный жизненный сценарий. Как только вы распишите все предполагаемые расходы, вы поймете, что сумма выходит довольно большая. Думаете, вам будет достаточно заработка от 3 до 7 тысяч долларов? Поверьте, вам не хватит этих денег. Поэтому подобный заработок никогда не придаст вам нужной мотивации. Кто-то скажет, что хочет жить обычной жизнью. Я скажу к черту обычную жизнь. Я жил такой жизнью, и она отвратительна. После банкротства я 3 года жил в маленькой съемной квартирке. Я на себе испытал все тяготы подобной жизни. Вы просто должны твердо решить, что хотите стать богатым, и это произойдет. Каждый богатый человек начинал свой путь к успеху с мечты. Вы должны думать также. Вы должны мечтать о богатстве. что останавливает вас от стремления к богатству. Скажите себе, я буду зарабатывать 70 тысяч долларов. Скажите своим друзьям, что если они не хотят присоединиться к вам сейчас, то позже об этом пожалеют. Вы должны быть тверды в своих намерениях. Как только вы сами начнете верить в свои слова, успех не заставит себя долго ждать. Однако до сих пор остаются люди, которые считают это невозможно. Позвольте быть с вами честным, когда я был беден и мечтал наконец стать богатым, я не был уверен на все 100%, что смогу этого добиться. Я был очень болен и из-за этого не мог устроиться на работу. Я считал, что шанс моего успеха равен одному проценту и на 99% был убежден в провале. Однако, несмотря ни на что, мы должны сосредоточиться на этом одном проценте. Представьте, что вы заперты в пещере. Перед вами лишь непроглядная тьма. И вот вдалеке вы видите крохотный источник света. Вы должны двигаться к этому свету, чтобы выбраться из пещеры. Шаг за шагом вы будете приближаться к выходу. Именно так я себя чувствовал. Когда все вокруг в тебе сомневаются, ты и сам начинаешь это делать. Однако, вы должны верить, что у вас все получится. Вы должны сохранить надежду в самые темные времена. Утратив последний луч надежды, выбраться из отчаяния практически невозможно. Когда надежды уже нет, единственная надежда в том, чтобы ее снова обрести. Я говорил это самому себе. Каждый раз, когда оказывался в ситуации, из которой я не видел выхода. Однако, я не собирался сдаваться. В такие моменты я думал о людях, которых люблю. Я знал, что если сдамся, мою жену накроет отчаяние. Детям придется пройти через немалые трудности, а родители будут в конец разочарованы. Я безмерно люблю свою семью, а потому не мог просто так сдаться. Если вы чувствуете, что зашли в тупик, что не видите выхода из сложившейся ситуации, не переживайте, с Атоми у вас все будет хорошо. Возможно, вы уже обрели этот луч надежды, который укажет вам верный путь. Если это действительно так, и в вас все еще теплится хоть малая толика надежды, то вы должны ухватиться за нее изо всех сил и никогда не отпускать. Тогда вы обязательно осуществите свои мечты. В нашей жизни ничего не гарантировано на 100%. даже если ваши шансы на успех ничтожно малы, вы должны верить, что у вас все получится и шаг за шагом двигаться к достижению своей цели. Эта формула успеха нетленна. После того, как вы наконец достигнете успеха, вы сможете объявить на весь мир, что добились всего своими силами. Каждый успешный человек прошел через нелегкий путь, и чем ужаснее было их прошлое, тем ярче сиял их успех. В данный момент вам нужно собраться и преодолеть все трудности, и вскоре вы пожнете плоды своего труда. Вы сможете объявить на весь мир, что вопреки обстоятельствам, вы взяли себя в руки и добились успеха. Все тяготы и лишения, через которые вам предстоит пройти, станут частью прекрасной истории успешного человека. Именно трудности на моем пути. Даже когда я ездил на старом потрепанном фургоне, я знал, что так жить я буду недолго и вскоре стану богатым и успешным. Я представлял, как, будучи успешным человеком, буду с гордостью рассказывать историю про старый фургон. Я ездил на этом фургоне и отчитывал дни, когда смогу купить себе дорогую машину. По сути, это казалось несбыточной мечтой, и все, кто в тот момент в меня верил, также поставили все на мечту, казавшуюся нереальной. Поверите ли вы в россказни про успех от человека на старом фургоне? Водитель старого фургона говорит, что будет дарить дорогие авто и выдавать призы в размере миллиона долларов. Чепуха! Однако в итоге все это стало правдой. Вы тоже можете сделать так же. Скажите себе, я потерпел сотни неудач. Я был неудачником всю свою жизнь. Смогу ли я зарабатывать 70 тысяч долларов в месяц? Однако даже самые нереальные фантазии могут стать реальностью. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Так для чего нужен успех? Успех нужен, чтобы у вас была возможность позаботиться о своих близких. Поверьте, вы можете изменить столько вещей в своей жизни и достичь, наконец, сбалансированной жизни. Однако сначала вы должны создать в своем воображении фильм о вашей успешной жизни. Вы должны представлять свой успех. Представьте, что живете в доме, о котором всегда мечтали, ездите на роскошной машине и ни в чем себе не отказываете. Представьте, как полностью покрываете расходы родителей. Занимайтесь благотворительностью и помогайте другим, а также путешествуете в любые места, не переживая о расходах. Представьте, как исполняются все ваши мечты. Затем составьте сценарий той жизни, которую вы создали в своем воображении. И постоянно проигрывайте этот фильм в своих мыслях. Вы можете менять любые детали своего фильма, так как вы его создатель. Вы являетесь и сценаристом, и режиссером, и главным актером. Вы начнете замечать, как ваша воображаемая жизнь начинает превращаться в реальность. Поверьте мне, это не займет много времени. Обычно это занимает около трех лет. Сегодня же вечером составьте сценарий жизни, о которой вы всегда мечтали, и запишите его в мельчайших подробностях. Я благодарю вас за то, что остались со мной до конца. На этом закончим.